я очень рад всех приветствовать всех кто смотрит нас и мы продолжаем серию передач чудеса исцеления на канале тебе мы так рады вам друзья мы так рады и восхищены тем что бог делать в наше время мы так рады тому сезону в котором мы живем и сегодня мы продолжаем с пастором церкви слова жизни города саратов и основателям движения исцеления священники гос господа пастором сергеем марининым говорить о божественном исцелении потому что мы верим что это наша реальность и мы верим что все кто смотрят нас если вы нуждаетесь в исцелении если ваши родственники нуждаются в исцелении мы верим что эти передачи они помогут вам прорваться в этом вопросе перейти из славы в славу пастор сергей доброго времени рад что мы с вами здесь сейчас говорим от очень важной теме я верю помазание духа святого на вас и вашей жизни есть особое апостольское призвание и для меня большая честь вот прикасаться соприкасаться с тем что бог делает через вас спасибо большое за приглашение приветствую дорогие друзья всех очень приятно находиться здесь да я считаю то что тема исцеления она актуальна и нам нужно поднимать какие-то вопросы для того чтобы выходить на следующий уровень веры славы божьей я верю что иисус хотел хочет этого поэтому мы здесь да и вы знаете я просто хотел рассказать немножко о том как на меня повлияло вот встречу с вами потому что чуть больше чем но больше чем три года назад я оказался в таком состоянии которое ограничилось разочарованием потому что это касалось темы божественного исцеления я я служитель ну служение больше десяти лет наверное лет 15 уже и в тот период времени я вот как бы встал в такой вот какой-то тупик что ли вот пришел какой-то тупик в сфере божественное исцеление потому что я верил что бог исцеляет я учил на библейских курсах что бог исцеляет я доказывал из библии что бог исцеляет я верил что в африке бог исцеляет в америке бог исцеляет что где-то бог исцеляет но у меня была такая маленькая проблема я не видал что бог исцеляет моей жизни и это начало меня угнетать и как-то ну такое состояние приводить что ну как будто бы я вот теорию знаю а в практике я этого не вижу и я начал на самом деле почти разочаровываться в этом вопросе что через меня бог можете сказать что в церкви моей бог можете исцелять и тогда я начал задался вопросом а что мне сейчас сделать и я тогда помню встретился с одним из ваших пасторов и спросил ты можешь мне подсказать кто вот в россии в этом вопросе двигается кто видит результат сфере исцеления и он мне сказал что я знаю одного человека это пастор сергей и тогда я решил приехать к вам в саратов церковь на ассамблею я был разочарован и я был в таком не позитивно мышление негативно на на больше мышление это разбитые и я начал слушать о том как вы верите в исцеление и как будто бы вот когда я слушал вас я как бы анализировала что со мной не так я читаю мы одну библию верим в одного бога ходим и похожие церкви являемся частью похожих церквей служим похожих церквях но почему у меня так а у вас по-другому и когда вы учили на тему что исцеление это моя ответственность я понял что здесь вот корень почему в моей жизни нет результата в сфере исцеления и когда вот взял эту мысль поверил принял ее в свою жизнь вернулся в свой город санкт-петербург в течение трех месяцев я активно брал ответственность за исцеление всех кого я встречал я молился за исцеление постоянно постоянно и в течение трех месяцев я увидел как около ста человек получили исцеление и в том числе какие-то ну такие очень яркие исцеления такие как человек был парализован одна часть была парализована он не мог встать двигать рукой ну и так далее позвоночник женские болезни и так далее и это сильно активизировал меня и у меня вопрос вообще как вы пришли к этому как вы поняли что потому что я никогда не слышал такую концепцию такое истолкование священного писания что исцеление это моя я думал что это бога ответственность не моя как вы к этому пришли я к этому пришел потому что об этом написано в библии и а о том что на самом деле да это является острым вопросом особенно вот в религиозном мире я уже сталкивался с с какой-то негативной оценкой с какой-то критикой вот именно вот когда мы поднимаем этот вопрос ответственности но я вижу в библии о том что бог он возлагает на нас во первых мы родились свыше это значит то есть ты рожден вот в его духе в котором его любовь его помазание его вера его сострадание и с этим нужно что-то делать он заплатил он заплатил цену он заплатил тем что отдал своего сына этот через свою кровь через свои раны мы были искуплены и это значит это значит что мы можем держать ответ за то что получили от бога даром мы мы имеем его природу его дух в себе поэтому на этом основании он говорит о том что идите исцеляйте или он говорит в другом месте то что я хочу чтобы вышли и делали то что я делал и мы за это держим сегодня ответ за то что у нас есть дух у нас есть его вера у нас есть его слово и мы мотивированы этими вещами и мы сегодня исцеляем по очень одной простой причине в том что мы имеем отношения с ним и мы хотим исцелять потому что потому что он в нас ты начинаешь видеть нужды людей ты начинаешь видеть проблемы людей и тебе хочется ты исцеляешь не из-за того что тебя послали а из-за того что ты просто не можешь иначе это связано это связано с тем что ты приходишь каждый день к отцу посмотри я правильно понял что вот любой обратившийся к богу человек который ну который мы назовем его спасен либо он обратился верит что его грехи прощены верить что он спасен является часть частью царства небесного что этот человек уже может ходить в исцеление и исцелять других потому что он рожден свыше когда я родился свыше я через неделю пришел на домашнюю группу это был достаточно такой смешной случай там я пришел на домашнюю группу и там были одни пожилые пожилые женщины человек наверно 5-6 женщин такие знаешь старушки и одна там в начале домашней группы она говорит сестры помолитесь за меня вот я завтра ложусь больницу на у нее проблемы были с почками и она ложилась больницу на искусственную диализ искусственная почка подключают человека к машине и он помогает там как-то вот реабилитировал что-то такое и она говорит помолитесь за меня чтобы не без очереди вот там надо долго вот лежать за чтобы вот попасть на эту на этот диализ я просто так в уголку сижу там думаю слушай меня бог исцелил я чувствую себя нормально а она там молится чтоб без очереди то есть попасть больницу я так из уголка им как бы руку поднимаю я говорю бабушки может быть помолиться за исцеление бог исцеляет они о да сынок и возложили на нее руки все и просто провозгласили пускай она будет исцелена и когда она пришла в больницу и ее стали ну как обычно там обследовать потому что это сестра на потом свидетельство в церкви и когда она легла в больницу обнаружили то что у нее здорово и новая почка да и и за нее молились вся домашняя группа никто не может сказать вот я или там или кто-то там какой-то известный служитель там когда господь исцеляет это в нас это на нас да а когда сошел дух святой написано в диамет первой главы мы приняли мы приняли силу приняли силу иисуса христа приняли силу духа святого и это на каждом на всяком написано уверовавшие это не уверовавшие это уверовавшие это рожденный свыше это каждый всякий ну хорошо вот и допустим исцеление это моя ответственность я помолился за человеком не сын да и и и тебя сразу знаешь плевают если если ты говоришь как только ты начинаешь говорить за ответственность о слушай ты в такого ты с таким мне однажды один пастор говорит ты послушай ты с ума сошел если ты будешь нести ответственность за результат то ну ты буквально через какое-то время ты начнешь судить себя ну раз не получилось два и и ты просто ты просто осудишь ты ты настолько но будешь переживать вот эти моменты да я буду переживать но судить я себя не не буду потому что нам нужно понять что я исцеляю не от того что знаешь я хочу могу или не могу я и исцеляю потому что потому что во мне дух я подключен к этой природе я избираю духа святого я избираю его любовь поэтому когда у меня что-то не выходит я я не могу да это цена да ты ты можешь плакать ты можешь негодовать какое-то время и это цена не опускать руки и продолжать этот путь молиться исцелять людей и негативный опыт или вот какая-то критика на она не может остановить нас потому что мы любим христа на мы мы любим христа поэтому я говорю о том что мы в ответе за то что мы получили мы в ответе за то что мы не просто читаем библию мы читая слышим его голос мы наставлены на эту истину духом святым и мы помазаны на это и каждый из нас он он сам решает что он будет делать с этим и вопрос не в том что ты целитель или нет я не говорю о том что я не говорю о о специфике я не говорю о служении исцеления кто призван учить наставлять в разумлять церковь внедрять какие-то стратегии как те пресвитеры в якове в пятой главе нет я говорю об уверовавших людях как доказать евангелие как принести евангелие этому миру если ты не двигаешься в этом посреди а вот хорошо допустим бог исцеляет или я исцеляю а если я не исцеляю когда я помолился то значит бог не исцеляет нет это ты не исцеляешь бог всегда исцеляет да и ученики тоже они однажды не могли исцелить а может быть и не однажды когда мы читаем отфей 17 главу мы сталкиваемся вот с таким явлением причем они были там удивлены что даже потихоньку так знаешь отводят его в сторонку и спрашивают иисус а чё не так что с нами не так потому что это матфей 17 глава до этого они много-много раз уже сделали и они удивляются и здесь иисус он снова негодует на своих учеников переживая и а он их обличает там и он обращается очень жестко называя их родом неверном урод неверный он дальше развивает эту мысль когда они отвели его в сторонку он отвечает им прямо на их вопрос почему мы не могли по неверию вашему и тогда он посылает их как справиться с этим что это за состояние откуда мы черпаем вот эту динамику вот этот источник это это отношение это его посещение и тогда он отправляет их говорит вам нужно молиться где мы черпаем эту силу где мы узнаем бога еще больше в молитве в личной а тайной комнате и он говорит этот род неверия он уходит посредством молитвы и поста после это тоже очень важно знаешь так часто бывает человек приходит и говорит ой слушай я вот приказываю вот я заболел приказываю болезни уйти а она не уходит я приказываю вот этому вот этому игры послушай к ты последний раз постился сколько ты когда ты последний раз молился для того чтобы приказывать плоти нужно иметь основания ты должен быть натренирован для чего мы берем пост не для того чтобы исцелять людей а для того чтобы не быть плотскими людьми потому что плоть диктует когда она больная когда она хочет есть она постоянно использует тебя и ты избираешь кто преобладает вообще в твоей жизни дух или плоть поэтому он говорит послушай ты должен тренировать свою плоть для того чтобы каждый раз вовремя в нужный момент говорить смирять ее ты должен быть способен за не тогда когда ты сказал знаешь плоть заткнись но скажешь сам заткнись к ты последний раз работал с этим вы имеете греховная натура да или что нет просто самодисциплина не обязательно грех ты можешь не грешить но но ты можешь просто быть достаточно вот ну не дисциплинирован то есть молиться как пойдет служить как получится мы должны наступать на свою плоть чтобы дух преобладал мы тренируемся через пост по среде на получается что вот тема исцеления вот ученики не исцеляли иисус четко говорит из-за неверия получается что вот из концепции ответственности за исцеление других людей не нужно набрать ответственность за свою веру чтобы из неверия переходите в веру я верю что когда мы зацикленные вот на результате вот пойдет или не пойдет обычно не идет мы несем ответственность за то что происходит знаешь я не думаю так вот как некоторые расхожие такая вот установка вообще церковная я считаю она религиозно когда человек говорит ну знаешь мое дело возложить руки на больного а там как господь что как господь ну да ну он тебе передал и он сказал тебе двигаться в ленера да он он как бы передал тебе эту ответственность он передал тебе вот эту миссию и ты не можешь сказать ну господи где ты помнишь деяние 3 глава когда ученики встретили вот этого хромого тому подножия храма у дверей храма да это классика вообще где петр говорит смотри на меня то что я имею то я даю что я имею он не не стал там вот знаешь по странам смотреть господи где ты и вот мы возлагаем руки мы помазаны мы имеем эту силу и власть от самого бога поэтому мы рассуждаем таким образом спасибо большое очень интересные темы и важные темы поднимаем сегодня для того чтобы перейти к божественным исцелениям нашей жизни и я верю что дух святой поможет скрывать какую-то ложь которую диал у диала получилось посадить вот в мышление в парадигмы верующих людей которые смотрят нас для того чтобы вырваться на новый уровень уровень в новое измерение в сферу божественных исцелений которые будут частью образа нашего нашей жизни и мы благословляем и высвобождаем божественное исцеление всем кто в этом нуждается и мы тоже дорогие хотим ваше сердце передать это послание возьмите ответственность за исцеление в вашей церкви тех кого вы встретите на своем жизненном пути исцеляйте воскрешайте бесов изгоняйте потому что иисус повелел нам и вам это делать пусть его царство придет в россию на ту землю где мы живем во имя иисуса будем рады вас видеть на следующих передачах чудеса исцеления спасибо пастор сергей до встречи здравствуйте меня зовут татьяна в 2014 году я пришла в эту церковь и в 2011 году я узнала что у меня диагноз миома матки лекарств я конечно никаких не принимала но во мне была вера вера в исцеление провозглашала что ранами иисуса христа я исцелена и священники господа также молились о спасении и исцелении придя в церковь на собрании сказали что вы можете подойти к священникам господа и они за вас помолятся я тогда подумала а почему бы и нет подойду бог же милостив я исцелюсь и мои ожидания не прошли даром в 2015 году я проходила медосмотр устраиваясь на другую работу и мне врач сказала что у меня все чисто я здорово прошел год и я была как бы не совсем уверена другой врач но в этом году у нас был также медосмотр и я прошла также анализы и они также оказались здоровыми я благодарю господа бога и священников господа за те кто за меня молился я благодарю слава богу